Многие миасцы имеют лишь приблизительное представление о том, что входит в обязанности депутата. Между тем, народные избранники выполняют важную роль, являясь связующим звеном между нами, гражданами своей малой родины, и властью. Отчасти работу парламентариев можно назвать волонтерской, ведь статус депутата муниципального собрания не дает никаких материальных благ. Народный избранник не получает зарплату, ему не положено ни кабинета, ни служебной машины. Между тем, председатель депутатского корпуса в нашем городе Евгений Степовик считает, что представитель народа должен не понаслышке быть знаком с работой таких структур, как, скажем, пенсионный фонд, центр занятости населения, разбираться в работе и обязанностях управляющих компаний и других городских структур. Приходится сталкиваться с решением коммунальных проблем. С такими вопросами чаще всего жители города обращаются в первую очередь к своему депутату. Принятие нормативно-правовых актов – ещё одна важная часть работы, которая выполняется в тесной связке с аппаратом администрации МИАСа. Вопросы рассматриваются разные – социального характера, бюджета округа, законности. Все они пристально разбираются на отдельных комиссиях. За последнюю пятилетку собранием депутатов МИАСа была проделана огромная работа. Впрочем, отлаженный административный механизм не останавливается ни на минуту. На сегодня депутатский корпус МИАСа совместно с администрацией города решает ещё одну важную для города проблему – вопрос павильонов и киосков, среди которых немало незаконно установленных. Разработка единого дизайн-кода позволит решить эту проблему. Следующему созыву народных избранников необходимо передать уже работающие механизмы. Как будет выглядеть город в будущем – точку в этом вопросе необходимо поставить текущим составом собрания депутатов, подытожил Евгений Степовик.